привет зрителям канала у нас сегодня зенитовский перфоратор серии профи полностью рабочий но нужно произвести т.о. так сразу оговариваю этим хейтером что смазку скорее всего я механики менять не буду буду смотреть сначала подшипники на якоре посмотрю состояние щеток и от смазочку обязательно поменяю в самом цилиндре в пистоне как называют его еще там где бегает непосредственно сам боек ударника чего зависит куда давайте проверим как он работает хотя в принципе туговато но переключается но это вот видите шпаклов все человек занимается строительством не сильно большие такие объемы но занимается вот и как вам сказать умелых руках и даже зенит перфоратор будет будет работать многие говорят что говно говно ладно не хватит т.р.б.н. и ты занимаемся сначала разборкой электрической части ну щетки нам надо все равно будет не изымать а поднимать пружинки потому что будем вытаскивать якорь то есть сейчас мы их вот так вот поднимаем и в сторону ухты блин выскочила но еще поступаем также с нижней еще дальше смотрю здесь еще вроде бы рука мастера не было потому что провод находится посадочном месте фиксированном тактике ставим траверзу посредине так вот и вытаскиваем ее все шпакле забито шпакла точно надо все почистить зачем я траверзу снимаю потому что у меня пружинка соскочила и посмотреть состояние от этих двух клемм не затертые не подгорелшие потому что из-за этого может не работать перфоратор все теперь откручиваем четыре самореза шурупа и снимаем корпус электрика ах да так щетки щеток тут тоже практически нет где уже одна выпала даже вот смотрите вот эту вытаскиваем щетки здесь однозначно под замену клемма сидит как жестко то об что тут уже осталось процентов 15 щетки под замену однозначно да вот вижу вторая щетка как она вообще работала здесь побольше на поводок уже от клеммы оторван диакарек у нас уже виден такое так смотрите по ламелем чуть-чуть было бы желательно прилегающая часть и нормально так нижний подшипник шумящий верхний он всегда там практически в смазке шпакло туда практически не попадает а вот здесь вот видите вам шпакле что она по цвету отличается как-то одна ламелька видите серая не медная серая а этот возле коллектора находится здесь всегда щетки трутся как самый больший нагрев также этот мы меняем однозначно снимаем съемниками запрессовываем новый и все нам электрическую часть мы будем собирать для удобства обслуживания механики да кстати обслуживаем технику через новую почту послали инструмент обслужили если он интересен мы отсняли контент и отправили вам обратно связь со мной по вайберу шум у нас нижний подшипник 7 и тут 19 607 подшипник одеваем его для сравнение вот старая щетка вот новая не 10 процентов на 50 процентов точно отработала свое щетки установили травер за установили так можем проверить еще ли ли они напортачили в электричество части работает все можем собирать теперь можно приступать к механике ты ушить переключатель режимов нам нужно обязательно снять поворачиваем его от сверления и пускаем против часовой ниже а так вот где-то в этом месте нужно словить когда он в пазы войдет и тут затрудняется тем что еще шпакла куча короче надо выдыхать брызгать и тогда снимать о о пошел-пошел он здесь просто вот здесь все засорение сразу чистим и вот это все потому что она будет мешать человеку перепользоваться перед при переключении режима вот здесь стоит ребята почистить а вот те что хейтеры а я сон смазку не поменял что это за мастер я ему не доверю свой инструмент да не доверяй нет смотрите это все оговаривается с клиентом нести компрессором это все выдать все оговаривается с клиентом хочешь да я вычищу эту всю говно вот это мазуту влезу ну за это же деньги надо платить дальше нам нужно снять патрон здесь съемный здесь чуть-чуть потяжелее если у вас обычный патрон то не так уж сложно у меня на канале есть как снять патрон можете зайти посмотреть до снятия патрона здесь вам нужно снять стопорную стопорно кольцо и все тогда разбирается выкручивается 4 шурупа так теперь берем отвертку вставляем вот вот вверх переключателя и выталкиваем механику сторону электрики есть вот что здесь менять смазку зачем ее здесь меня здесь он еще остатки качественная осталось посмотрите что у нас тут зенит чуть-чуть чудит здесь по-моему было сама станина вот это механики рассчитана была здесь под скобу которая на два винта крепится ну ладно неважно сейчас она скобала такая защелочная так что здесь вот что тут особо еще и выработки то нету любители все вот думают я поменяю смазку и все и он будет в идеале работать так что тут боек ударник малый бегает сейчас мы вот так вот проверим внутрь оп выходит без затруднения нормально а смазочку нужно менять вот здесь вот этот ствол пистончик вытягиваем боек ударник были хорошейшую компрессия вот смотрите зачем здесь менять смазку потому что здесь находится компрессионного такое кольцо если здесь кончается смазка начинает тереться кольцо стирается потом уже стирается ствол потому что боек ударник по механике фигарит так можно использовать есть специально макитовская смазка оригинальная для смазки бойков такую подливонскую использую вполне нормального хорошего качества тоже вот такая если оригинальная чуть позже жизнь это такая более тяговитая отлично работает она здесь вот небольшое количество наносим в цилиндрик вставляем боек ударник нажимаем и теперь заподлицо можем на поживать смазочки все и и все все таки ладно вымывать я не буду но вот вытереть эту старую смазку да можно вымывать не буду ребят однозначно это не оговаривалось и вот здесь я посмотрел на корпус самая жижа такая собирается вот жижу эту я дальше с вышкребу потом тряпкой и добра доблявлю добавлю этой же самой смазки ну в смысле новой имею ввиду вот этой этой же но так вот то достаточно будет уже достаточно зенит этому будет и так дальше вот теперь мы можем одеть ствол почему я разбираю патрон чтобы можно было ствола здесь хорошо так одеть в зацепчик с механикой вот оно все зашло и вам проще вот так вот просто зачехлить и все и собрать так смазка не надо судить выживать ту смазку на упс и я покажет вот достатница будет туда пьяный подшипнику сегодня находите все это раскидается этой смазки достаточно с головой собираем вот собираем патрон смотрю вот этот ползунок по совсем как сопля здесь летает так что сейчас посмотрим что ж тут такое и обслужив уже его так снимаем кольцо то пустое стопорная ху а где пружина но есть пружина короче что здесь почистить чуть-чуть смазочки кинуть но здесь просто влажно вижу коррозия пошла уже так но так то получше чик 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 чтобы вилочка была вот здесь там две такие как бы как вам сказать смазки не видно здесь вот этот волш ты штырек должен зайти вилку переключения так что она вот может двигаться туда влево-право и и нужно поставить именно куда ты уже ушла нам нужно именно вот здесь верхний короче вот здесь прорез в корпусе имеется и здесь значит вот эти две такие пружинки такие как проволочки внутри на вилки вот туда нужно поставить переключатель ставим вот так вот как снимали так и ставим оп попали нажимаем фиксатор тяжело снималась что-то тяжелое и одевается есть попал все ставим на свернение вот есть все подключаем к электросети проверяем режимы отлично так кому было полезен видосик не забудьте поставить техническом каналу лайк всем пока пока удачи в ремонте